здравствуйте сегодня мы поговорим о так называемых баночных сортах томата то есть это томаты которые лучше всего консервировать вообще консервировать можно любой сорт томата но не во первых не все томаты просто физически полезут в банку а резать их на дольки тоже есть такой способ консервирования но мы любим зимой достать из банки целый хороший красивый плод поэтому для банок идут мелкие помидоры ну и так называемые мелкоплодные помидоры но и из них тоже не все подходят для консервирования в банках почему когда мы консервируем томаты мы их заливаем горячим рассолом и вот не у всех сортов выдерживает вот эта кожица она лопается и поэтому получается помидор такой водянистый мягкий и его даже в руки взять очень проблематично существуют специальные сорта которые имеют толстую кожицу они имеют плотную такую консистенцию и плотные стенки вот именно эти сорта и пригодны для консервирования хотя еще раз повторюсь в банке можно положить любой сорт но если вы хотите получить отличный результат то берите именно томаты которые пригодны для консервирования как их определить на пакетах производители прям пишут для консервирования они так и пишут консервный вот еще такой вот прекрасно подходит для цельноплодного консервирования устойчивые к растрескиванию а есть томаты например сны сочные мясистые плоды или например отличные ранний для свежего употребления вот у них тоже небольшие плоды у них тоже такие продолговатые плоды которые лучше всего в банке помещать потому что они меньше места занимают и больше плодов в банке вмещается но вот эти томаты для консервирования малопригодны из-за того что просто в результате они станут мягкими превратятся в кашу когда выбираете томаты обязательно обращайте внимание не столько на картинку сколько на описание есть томаты универсального назначения об этом также производитель указывает в аннотации вот они здесь так пишут плотные пригодные для употребления свежем виде и для всех видов переработки обязательно обращайте внимание насколько плотные эти томаты и когда покупаете томаты ориентируйтесь не на картинку а именно на аннотацию на то что вам предлагает производитель если производитель не указывает вот этих вот технических характеристик томатов то подумайте насколько он честный насколько он надежный и возможно от покупки семян такого производителя может быть и лучше отказаться вот надеюсь наши эти советы помогут вам получить прекрасные заготовки на зиму и зимой лакомиться цельноплодными плотными красивыми и вкусными томатами и и и и и